убавиться на терпит не прийти все отмочили писать не пойму в какую-то струнту аккуратненько вот в одном месте вот осталось да в одном все остальные зажили чуть-чуть на по сравнению с тем что было конечно здесь надо смотреть вот этим вот чуть-чуть прилипшие можно затягивается не оксидин конечно делает свое дело пришлось на как бы по наитию применить средства полевой военной хирургии ничего еще лучше диоксидина не придумали для борьбы с гноем именно вот с таким вот гноем внутренним терпеливая кошечка ворчит немножко но такая сладкая терпеливая немножечко гуляем лапкой на гуляем немножко на воздухе пока не долго накшися но тем не менее конечно все время в таких тапочков доходить но моя ласточка бедная ласточка вроде как и сработало ну конечно еще чудодейственное морфолоксин как антибиотика плюс нпвс это ансиор мы продолжаем пока лечение этими препаратами берем так вот наносим на салфетку уже мазь вишневского до этого надолго мазью диоксидин делали все это вот на одну перевязку связи с большой раневой поверхностью потому что ранки везде ходит один тюбик маи то есть как бы вишневская некритично по цене вот диоксидин был очень дорогой препарат спасибо всем тем кто кшесеньке помогает конечно она бы не справилась без вашей помощи и котель и прием у ягнековой и то что сейчас касается непонятно пока нужно ли протезировать или просто какая-то операция все это конечно безумно дорого так вот прям все складочки наносим по всем вот этим вот валячка мои на бывшем вот и которые сейчас все чуть-чуть здесь остались и соответственно бинтон таким который прорезиненный это для того чтобы тапочка вот это ее держалась вот мотать мы начинаем с конца лапки чтобы лапка не затекала шишеньку терпимую хороший терпи терпи девочка сейчас мы тебе зафиксируем хотя бы вот тут мазь проступает на что делать просто такое большое количество рекомендовано доктором чтобы всю раневую поверхность смазать сейчас у нас один бинт кончился немножечко прификсировали сейчас будем второй бинт бинта тоже уходит конечно много что делать делаем такие как будто валеночки и вот и подкладываем там где каблучки вот эти 6 потерпи маленечко маленечко больно да неприятно ну потихоньку потерпеливая у нас солнышко вот чтобы мазь не проступала особо и для того чтобы между каблуком и лапкой образовалась такая как бы подушечка прослойка вот было придумано таким кулибинским способом что и не больно было ходить мы подкладываем спонжики но это уже не на стерильную как бы поверхность а уже поверх вот это вот всего значит вот так вот здесь тоже спонжики прификсируем и придется потом еще такую подушечку подложить больно мои хорошие неприятно да киска-то терпеливая вот у нас бы кто другой бы все бы были бы разодраны вот вот здесь вот образуется такая вот как бы ямка чтобы к шисе было удобно ходить мы сюда еще один спонжик подкладываем иногда сворачиваем для того чтобы когда она спрыгивала хотя спрыгивает она на мягкое вот чтобы она не ударялась вот этой куст у нас такая вот вторая лапка там просто мозолька небольшая такая как бы подсохшая на каблуке тоже сейчас будем подкладывать вот как раз вот этот проем покажи вот где вот это куда подкладываем да вот где чтобы ей больно не было два вот этих проема спонжики подкладываем вот и вот сейчас приступаем к 2 лапки сейчас мы вам покажем что у нас на 2 лапки вот мозолька такая как бы и и предположительно наверное вот то что во время операции когда снимает вот этот нарост в кости наверное вот тут вот и будет здесь вот видите два проема вот каждая один проемчик и второй вот сюда мы подкладываем тоже спонжики вот для того чтобы было мягонько и она при ходьбе не ударялась вот этой вот косточкой по твердым поверхностям нам сегодня коготочки попросили во время обследования подстригли лапку массируем так что здесь вот видимо тоже что-то было но все сухонько все поджило уже вот вот это вот большая только мозолька осталось сейчас будем перевязывать вторую лапку без мази практически чуть-чуть чтобы не прилипало ну и больше как бы до смягчать вот эту амортизацию вроде как такая процедура как палеотивная чтобы к шишеньке было полегче ходить но вот терпит девочка терпит наша маленькая такая сладкая кошечка махонькая несмотря на уже выросшую как бы полностью целиком все а нам прям очень маленько как котеночек на миниатюрная девочка очень наша сладкая миниатюрная такая терпеливая кшисенок замечательный такие вот у нас получается кшиси валеночки на одной лапке уже просто чтобы мягонько было а на второй конечно кшисенька покажи вот это вот лапка вот такая вот побольше и вот как кшиси ходит на них и удобненько мягонько пока вот так вот так